Будди во век, Святая Русь. Спектакль с таким названием показали в Москве воспитанники Центра имени Святых Флора и Лавра для детей из неблагополучных семей города Козельска Калужской области. С участниками постановки, посвященной христианизации Руси, равноапостольным князем Владимиром, встретилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Каждый год во время летних каникул воспитанники Козельского детского культурно-оздоровительного центра для детей из неблагополучных семей имени Флора и Лавра готовят новую постановку. Сценарий прорабатывают вместе с руководителем центра, Матушкой Христиной. Первое представление по установившейся традиции проходит 12 августа, в день памяти оптинского старца Анатолия у себя в центре. Дальше гастрольное турне по Козельскому району. На этот раз ребята выехали в Москву. Существуем мы уже 12 лет. Первый спектакль у нас был посвящен обороне Козельска. А потом мы поставили на следующий год святых Флора и Лавра, наших небесных покровителей. И пошла традиция обращаться к таким историческим событиям, где задействованы святые, подвижники благочестия. Я не беру за основу какое-то произведение. Мы просто вместе, совместно изучаем литературу, все, что известно об этом персонаже. И потом делаем свой сценарий. Будди во век святая Русь. Исторические слова, приписанные князю Владимиру, стали лейтмотивом сюжетной линии спектакля и названием детско-театральной постановки. Были выбраны те исторические эпизоды из жизни крестителя Руси, которые наиболее ярко показывают переломный момент в его сознании от язычества к христианству. Роль князя Владимира в спектакле исполнил воспитатель центра Павел Голев. А как играть святого? Это, честно, даже душой очень тяжело к этому подготовиться и очень сложно. Приходится через себя перескакивать, чтобы не посрамить. И когда начинаешь, ну, конечно, только с молитвой. Я играю византийскую принцессу Анну из богатых палат, из роскошной жизни. Ей нужно было ехать в неведомую Русь, барбарскую. Сначала она, конечно, не хотела, противилась всячески, придумывала всякие доводы, но потом поняла, что на то воля Божья. Ей нужно ехать именно с пенсионерской целью, что у нее действительно получилось. Источники нам указывают на то, что она построила множество храмов и всячески помогала своему мужу, князю Владимиру. Шили костюмы, подбирали реквизит, придумывали декорации, учили роли. Все своими силами. Вместе с матушкой Христиной, ставшей для детей центра второй мамой, любое дело спорится. А если заглянуть немного дальше театральных подмостков, для многих маленьких душ она стала учителем, нравственным ориентиром, спасительным маяком в море жизни. Матушка Христина смогла как личность быть огромным, большим примером для своих детей, для своих воспитанников. И она как личность заслуживает низкого поклона за то подвижничество, за ту миссионерскую деятельность, которую она проводит. Не только с детьми своего центра, но и с детьми, которые постоянно приезжают в их центр. Уже через пару месяцев директор Козельского центра и ее чада примутся обсуждать тему новой постановки. Идеи уже есть. Завершение театрального сезона будет началом следующего творческого этапа.